Шалом! Если вы не смотрели фильм Apollo 13, довольно старый фильм с Томом Хэнксом в главной роли, то очень рекомендую посмотреть. Если смотрели, то возможно помните сцену, когда весь зал ликует по поводу успешной посадки космического корабля. Очень сложная и рискованная операция завершилась. Люди спасены. Сотрудники НАСА восклицают, обнимаются, улыбаются, и только один человек не проявляет никаких подобных эмоций. Вместо этого он медленно и тяжело опускается в кресло свое и закрывает глаза. Очень усталым он выглядит. Это руководитель группы. Он чувствует прежде всего не радость, а огромное облегчение. С его плечи сняли тяжкую ношу. Время ответственности за человеческие жизни. Он тоже, безусловно, рад, что парни вернулись на землю, не меньше всех остальных, конечно. Но эта радость у него, так сказать, на втором плане, не на переднем, поскольку на переднем чувство ответственности, которое не давало ему расслабиться все это время с того момента, как в эфире прозвучала знаменитая фраза «Хьюстон, у нас проблема». В каждой общине верующих в Ешуа есть руководители. Безусловно, иногда среди них попадаются такие, которым на людей наплевать. Их интересует только власть и деньги, может быть, что-то еще. Но это все-таки исключение из правила, к счастью. Большинство руководителей чувствуют определенную ответственность за членов общины перед Богом. Они понимают, что сам Бог доверил им, пасти своих овец. И что за каждую из них они отчитаются ему в день суда. Не только за содержание своих проповедей, как интернет-учителя вроде меня, а за то, насколько они были верны в своем пастырском служении. Как они заботились о реальных овцах, а не виртуальных. Насколько они интересовались их жизнью. Как молились за них. Какой личный пример подавали. Куда вели и как вели. От каких опасностей предостерегали. Чем помогали в трудных ситуациях и так далее. Время ответственности за людей ноша нелегкая. Под ней можно согнуться и не разогнуться. Однако, если мы видим руководителей общины раз в неделю на собрании, субботнем или воскресном, ее можно и не заметить, эту ношу. Вон он стоит на первом ряду. Молится вместе со всеми нами. Потом выходит за кафедру, проповедует 30 минут, 40 минут, час. Потом опять молится и распускает нас по домам. С миром Божьим. Шалом лейтраот. До свидания. Дело не хитрое. Вроде бы. Если мы сами при этом никакой духовной ответственности вообще не нанесем, то нам очень легко будет начать относиться к собранию чисто потребительски. С ожиданием, что нас там обслужат. Хорошими песнями, хорошей проповедью и вдохновляющей молитвой. Еще, прежде всего, этого, конечно, нам нужно внимание к нашей собственной персоне. Причем желательно, в первую очередь, внимание чьё? Правильно, самого руководителя общины и его жены. Ну, и вполне понятно, почему. Если община — это духовная семья, то в ней есть кто? Отец. Ну, а мы кто? А мы дети. И как все дети, мы хотим родительского внимания и одобрения. Если руководители не поздоровались, ну, например, он с кем-то другим говорил, или жена его с кем-то другим говорила, ну, не до нас было, не поздоровались, или поздоровались не так, как нам хотелось бы, или посмотрели не так, паси Боже, то этого бывает достаточно для того, чтобы даже на них обидеться. Если мы не понимаем, в чем состоит задача руководителей общины, и за что их нужно уважать и ценить, то недовольство вырастет, как снежный кон. И тогда оставаться в общине будет тяжело. И захочется, что захочется? Захочется или устроить революцию, или просто уйти. Хлопнув дверью или не хлопнув, уже другой вопрос, просто уйти. Ну что ж, революции, как мы с вами знаем, дело очень неблагодарное, а в другой общине будет, конечно же, все то же самое. Где же выход? Выход в том, чтобы оценить по достоинству тот простой факт, что какие-то люди откликнулись на призыв Бога и подставили свои плечи под это нелегкое бремя ответственности за души людей других. Но есть еще один аспект служения, о котором мы тоже зачастую не думаем, поскольку он тоже не видим. Чтобы учить в интернете, достаточно иметь контент и технические возможности записать его, выложить этот контент и так далее. А вот чтобы открыть в городе общину, иметь контент и микрофон мало. Для этого нужно, прежде всего, обладать немалым мужеством. Потому что община Мессии еще не является духовной нейтральной полосой. По крайней мере, по замыслу Божьему, община — это собрание, где люди могут узнавать Бога, получать прощение грехов и преображаться, то есть становиться все более и более похожими на своего Учителя и Господа. Приходя в общину неверующие люди могут перейти из царства тьмы в царство света, в царство Божье. А верующие могут изменяться. И тьма, естественно, не будет смотреть на это равнодушно. Ее стратегия давно известна. Поражу пастыря и рассеются овцы. Это означает, что быть руководителем общины значит занять позицию на переднем фронте духовного сражения за человеческие души. Это значит стать мишенью духовных атак другого порядка. Если вы думаете, что это то же самое, что просто провести собрание, попеть песенки, сказать молитву, прочитать проповедь, что это может сделать в сущности любой верующий, вы сильно ошибаетесь. Если вы не призваны Богом на служение руководителя общины и займете эту позицию просто по вашему личному желанию, по собственному желанию, вы сделаете очень большую ошибку, большую глупость, это очень опасный шаг. Вы станете объектом атак сил тьмы, не имея при этом божественной помощи и защиты, которой совершенно необходимы. Ваш пастор или старейшина вашей общины, да, с одной стороны, самые обычные люди, несовершенные, совершающие ошибки. Более того, поскольку они на виду, их ошибки более заметны. С другой стороны, если они призваны Богом, они достойны огромного уважения и благодарности за свое служение, каким бы несовершенным оно ни было. Пусть Господь даст всем нам мудрости ценить этих людей и молиться за них, а не указывать пальцем на их недостатки и ошибки. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве и Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv